Доброго здоровья! С Вами снова Нил Нара и Лейне. И сегодня будут ответы на вопросы. Мне недавно в личное сообщение, после того, как вышло видео про то, что Руслан – капитан космического корабля, один мужчина прислал сообщение, где он вспоминает нашу с ним совместную прошлую жизнь. И я зачитаю Вам эту историю сегодня. Крупный мегаполис. Действующие лица я, напарник и Лейне. Выглядим мы как люди. Все одеты в обтягивающую черную одежду. Лейне в черном комбинезоне, как у Тринити из Матрицы. Мы все обладаем сверхспособностями. Левитация, телекинез, нечеловеческая сила. Идет речь, что мы не люди, а инопланетные спецагенты, живущие под прикрытием на этой планете. Например, работа, семья, да вообще вся рутинная жизнь – это часть прикрытия легенды. И на самом деле все совсем по-другому. Все мы являемся агентами, но Лейне по званию выше, чем мы с напарником. И является руководителем нашей группы. И получая задания напрямую от начальника штаба. Мы втроем бежим по улице. Вокруг происходит столкновение, взрывы, беспорядки, стычки людей с полицией. Мы забегаем в небоскреб и попадаем в окружение сотрудников полиции. Их было человек 50. Завязывается бой. Мы очень быстро их всех раскидываем в разные стороны, используя сверхспособности. Но никого не убиваем, лишь нейтрализуем. Остальные, которые не решили вступать с нами в схватку, были очень испуганы таким поворотом сюжета. Они не ожидали, что существуют такие люди, как мы. Дальше мы поднялись на верхний этаж небоскреба, и в холле я открыл портал, рассекая крестообразными движениями пространство. Портал был размером во всю стену и выглядел как жидкое стекло, и светился изнутри. Напарник мой сказал, что портал нельзя долго держать открытым, иначе он становится нестабильным, и можно покалечиться, перемещаясь в пространстве. Мы собрались уходить. Я спросил Лейне, идет ли она с нами. Она сказала, что у нее есть еще задание, и ей нужно забрать какую-то важную вещь, которую мы оставили на планете. Мы с напарником вошли в портал и переместились на космический корабль, нашу базу, штаб. Далее действие происходит на корабле. По громкой связи выходит сообщение, что через пару минут планета будет уничтожена, и пошел обратный отсчет на главном экране. Я стал беспокоиться за Лейне, она ведь еще не вернулась. Напарник мне сказал, чтобы я не беспокоился, что она выбиралась и не из таких передряг. Ей начальство корабля подаст сигнал, и ее эвакуируют. Шла речь, что капитан отправит какой-то луч к ней с корабля, и таким образом сможет забрать ее, даже в самый последний момент. Проходит небольшой промежуток времени, и приходит информация, что планета уничтожена взрывной огненной волной. В окне я вижу планету, которая полностью охвачена огнем. Я сразу подумал, что Лейне не смогла выбраться, и очень переживал, что так произошло. Меня охватила тоска по Лейне и нашему бывшему дому. Но тут я оборачиваюсь и вижу ее рядом. Она успела вернуться и успела выполнить задание. На этом я просыпаюсь. И вопросы. Это была параллельная реальность, или это наша прошлая жизнь? И то, и другое одновременно. Мне показывали, что это вроде бы наша прошлая жизнь. Еще дальше будет вопрос. Речь о Земле или другой планете? Скорее, это речь о какой-то другой планете. У меня, когда я читала эту историю, было видение, как я нахожусь в неком помещении, там все металлическое. И идет речь, что я разговариваю с капитаном корабля, но самого капитана я не вижу. То есть это телепатическая связь, телепатический разговор. И я ему принесла, вот видать, то, зачем отправлялась на планету. Это какой-то маленький предмет, такой маленький черный. Может быть, какой-то как кристалл, или непонятно, или гаджет какой-то. Неизвестно его назначение, но я этот предмет оставляю в том вот помещении. И, ну, как я выполнила это задание, и ухожу. Вот такое было видение. Поэтому, мне кажется, это наша прошлая жизнь. Просто было еще какое-то измерение. По поводу прошлой жизни, да, и прошлая жизнь наша течет в параллельном измерении. Можно и так считать. Какое измерение? Четвертое. Четвертое с присутствием трехмерных существ. Третье и четвертое одновременно. Ну, вот ощущение, да, что там планета похожа на Землю. Там тоже, ну, как и люди, да, то есть похожи на людей. И мы как будто бы не сами с этой командой, с этим мужчиной, там еще напарник, сами как будто бы мы в образе местных жителей, но таковыми не являемся. То есть это как, не как будто мы воплощены на этой планете. Это как маскировка какая-то, действительно. И на планете, получается, идет эвакуация, что-то вроде такого, как нас эвакуируют на этот корабль. И там много других кораблей еще в пространстве. То есть не только нашу команду эвакуируют, а какая-то массовая эвакуация идет. Хотя местные жители остаются на планете. Вот интересно, что это было? Каждая четырехмерная цивилизация эвакуировала своих. Что на планете произошло? Не совсем понятно, огненной волной охватила планета. Конфликт. Выстрел со стороны. Выстрел со спутника. Это выстрел был накопленной энергией. Как разряд молнии в планету. Это совпадает с тем, что он видел. То есть резко планета охвачена огнем полностью, как уничтожен. И этому предшествовал накал эмоционального состояния, конфликты. Война уже была в самом разгаре. Война двух раз. Одна из них больше была на другом планетоиде. Сейчас. Нет. Не показывают, откуда был выстрел, но из нашей Солнечной системы с крупного тела. Наверное, для того, чтобы мы не обвиняли тех, кто сейчас там живут. Да. Очень крупное тело. Это не корабль. Это... У меня ощущение, что это либо планета, либо астероид, либо планетоид. Но очень... Гигантский. Там копилась энергия как раз для применения. Это оружие массового поражения, которое создали не они, но они нашли и поняли, как оно работает не сразу со времени. Научились им пользоваться. То есть чужим оружием, которое было оставлено давно, теми, кто давно покинул Солнечную систему, воспользовались мощным оружием. Вопрос святый. Интересно, из-за чего такой конфликт завязался? Из-за чего? А причин там много, очень много. Но я вижу на эмоциональном плане претензии друг к другу, обвинения друг друга. Как отдельных людей, так и целых коллективов и народов. Обвинения в том, как они живут, из-за чего. А вообще, люди, рождающиеся там, технический уклон развития в военную сферу, который порождал применение оружия, испытания, потом применения, а потом обвинения в испытаниях, неудачное испытание оружия, потом обвинения, что кто виноват в том, что погибли люди, потом разгар страстей. Это только часть причин. Постепенно концентрировались две воинствующие группировки со своими лидерами, которые ополчались друг над друга, и в них менялись лидеры. Эта война длилась не одно поколение. В них лидеры... А мы сейчас сменяли друг друга. Ой, там... С расовым разделением ещё связано. А люди немного отличались друг от друга. Так, национальный вопрос там был. А вот как у нас сейчас, частично хотя. Хотя у нас много войн на основе религий. А там... Там технический уклон, перекос... Перекос развития военных технологий, превышающий душевный и духовный баланс, особенно в военных группировках. И потихонечку остальное население в этих спорах принимало ту или иную сторону и разделялось между собой. Это у нас Солнечная стена. Было. Это далёкое прошлое. Планеты, которые уничтожены, это только Фаэтон, может быть. Похоже, это тот самый пояс астероидов, который сейчас между Марсом и Юпитером. А кто уничтожил Фаэтон? Кто? Кто? Кто стрелял в Фаэтон? Ты сказал, что был выстрел в планету? Группы людей. Гигантская группа людей, в числе которых могли бы быть и те, кто сейчас слушают это всё. Но у каждого из вас видней. Это каждый решает сам или чувствует, или вспоминает, если вы можете. не обвиняйте себя. Этот опыт пошёл на пользу. Там были выучены уроки и очень ощутимо. Некоторые из оставшихся душ до сих пор имеют страхи внутри себя. а некоторые агрессии. Некоторые ещё уроки не прошли. Воинствующие души, объединившие вокруг себя часть, половину населения. две-две группы. Хотя там были те, кто старались занять нейтральную позицию, но этих было немного. Нет, вообще-то относительное распределение идёт. Там ещё четвёртая сторона, которая симпатизировала одной или той стороне, но не участвовала ни в чему. Но погибли. Погибли все, кто был на этой планете. Резкая и быстрая. И был ещё вопрос. А что у нас было за задание на этой планете? Кто мы такие? Задание? Да. Своих найти и перетравить раньше вас. Быто и сделали. Своих тех, кто воплотился ранее и кто забыл себя. Там шла речь, что мы какое-то время жили на этой планете и маскировались под местных, получается. И в вас вы пришли вне воплощения, потому что так память сохранялась. И способности, получается, там были сохранены способности, в отличие от людей, которые местные не обладают. Но их не разрешалось вам применять до самых критических причин, которые случились перед самым взрывом. Чтобы спасти свои жизни, вы применили. Хотя то, что вы их не убивали, это уже было почти все равно. Потому что все равно они погибли. Ну, хотя бы это убийство не на нас хотя бы было. вы свою совесть этим спасли. Все ли я ответил? Там больше вопросов не было. Может быть про Фаэтон что-то еще расскажешь. Фаэтон? Да. Да, Да, если вопросы будут у людей. У тебя вопросов есть? Сейчас нет. Если вы хотите знать про планету, от которой сейчас остался в поясе сероидов, можете спрашивать. Может быть мы снимем видео. А если вопросы будут увлекательными, интересными или очень много будет голосов, если нас посетит вдохновение. Все, наверное? Да. И на этом мы с вами прощаемся. До следующего видео. Пока. До свидания. Субтитры Продолжение следует...